Сердце города – Красная площадь или залитый солнцем старый дворик. Все это Курск, и каждый художник подмечает в нем свои детали. На выставке 16 участников представили более 30 картин. Отбор работ проводили председатель Курского отделения Союза художников Анатолий Бредихин и заслуженный художник России Михаил Золотых. Допущены были не все, но многие попытают удачи в следующем году. Многие поняли, что это за возможность, действительно, она открывает большие перспективы, потому что выставка имеет потенциал стать ежегодным событием. И вот те, кто были первыми, это наши гвардии, они вырастут в творческом плане, у них работы будут все лучше и лучше, и я уверен, что в следующем году мы вернемся сильнее и в расширенном составе. Для выбора сюжетов полная свобода. Молодые художники гуляли по улицам и искали вдохновения. Второкурсник худграфа Александр Сафин решил изобразить малоизвестные уголки Курска. Говорит, так уютнее. Здесь какие-нибудь либо дворики, либо не самые такие знаменитые места, потому что что-то популярное уже можно было где-то увидеть на открытках и так далее. А это такие более уютные какие-то дворики, они какой-то более уютной такой атмосферы обладают. Мне бы интересно такое было показать. Это проект, который поможет молодым творцам отточить навык и получить советы старших коллег. Каждый получил сертификат об участии. Такие открытые пространства, как вот этот проект, дают возможность раскрыться человеку, во-первых. Во-вторых, все-таки и поддерживать молодежь нужно, потому что, понимаете, мы восхищаемся красотами своего Курского края, каждый по-своему. Кто-то пишет стихи, кто-то музыку, а у них талант, и они преподносят красоту нашего города в виде картин. Демонстрация в концертно-творческом центре «Звездный» – только первый этап. Во время празднования Дня города 4 сентября пейзажи студентов будут выставлены вместе с работами участников международного пленера «Курск» Соловьиного края столицы. Диана Пахомова, Владислав Соболев, События дня.